Доброе утро! Я очень рад, что я приехал сюда и участвую в вашем конгрессе «Белые ночи». Пожалуйста, показывайте слайды. Итак, наблюдался значительный прогресс в области лечения ректального рака во всех этих областях. Наиболее важный прогресс был основан на хирургических методах, затем визуализация. И, как я уже сказал, скрининг в Нидерландах пару лет назад стал очень важным. Я очень рад, что в России также будут проводить скрининг. И, конечно, это изменит ситуацию. Вы увидите больше мелких опухолей. Мы улучшили онкологические показатели, используя радиотерапии, операции. И распространенность менее 5% в Нидерландах, а выживаемость у нас составляет 65%. Но, тем не менее, существуют определенные проблемы с выживаемостью и заболеваемостью у пожилого поколения. И есть проблемы с энстамозисом. Поэтому мы должны заботиться не только о онкологическом результате, а о функциональном результате. Мы делали это для очень ранних опухолях, аденомах и ректального рака. Мы использовали техники иссечения. И это работает при небольших опухолях. И существует консорция в Великобритании. Если у вас небольшая опухоль Т1, которая не прорастает в стенку кишечника, тогда рецидивирование очень редко происходит. Но если опухоль больше, то 15% или 20% остаточное заболевание составляет. Это неприемлемо. Можно... И что может произойти? Вы видите, что у вас небольшая опухоль. И вы делаете медчатный разрез. И видите, что это Т2 или Л+. И вы должны делать полную ТМ. Но в этом случае предистальная опухоль – это значит ректальная ампутация. Но при хорошем онкологическом контроле, есть ли у нас альтернативы, можно ли мы дать химиотерапию, радиотерапию после местного разреза. Может быть, мы проводим испытания, которые сравнивают завершающие ТМИ и облучение у этих пациентов. Это станет важным, если вы начнете скрининг. Что касается небольших опухолей, вы также можете начать с новой неоадъювантной химиотерапии, радиотерапии. И я здесь показываю клинические испытания. Хирурги занимались эти долго. И обычно это нулевые опухоли Т1, Т2 и начальные опухоли Т3. И вы можете достигать сохранения органа примерно у половины этих пациентов. И у многих из них химия и облучение уже убили опухоль. И лучше будет результат, если вы проведете ТМИ. Но если вы сделаете местные, сделаете химиотерапию, радиотерапию, могут возникать проблемы. Это хорошо для небольших опухолей. И если вы хорошо реагируете на проблемы, то есть половина пациентов, у которых не такая хорошая реакция. Они требуют значительные хирургические операции. И их функции будут хуже, чем если бы им делали только операции без химии и радиотерапии. Эта группа пациентов становится все важнее. Для этой группы пациентов мы проводим испытания вместе с Великобританией и Данией. Т1, Т2, Т3 и Т0. И мы рандомизируем между радикальной хирургией и органосохраняющими операциями. Поэтому вы даете радиотерапию, а затем вы оцениваете, если нет хорошей реакции, вы делаете операцию. И нам интересно, мы думаем, что онкологический результат в этих трех направлениях будет одинаковым. Но нам интересно функционально, какой вариант будет самым лучшим. Затем существует другая группа пациентов, которых мы также видели. И вы, конечно, видите таких пациентов. Это распространенные опухоли. Когда вы делаете химиорадиотерапию, иногда видите хорошую реакцию. И вы знаете в резекционных образцах, что 15% дают полную реакцию. И вы можете подумать, оперировать ли этих пациентов. И кроме того, кроме небольших опухолей, когда существуют различные проблемы, с самого начала вы должны решить, что я буду делать. Химиорадиотерапия или локальный разрез или операция. Существует группа крупных опухолей. Когда вы уже решили дать химиорадиотерапию, и это оппортунистическое сохранение органа или выжидательная тактика, если они полностью реагируют, то вы просто наблюдаете за пациентами, а не оперируете сразу. А здесь Анжелика Авергам из Базилии в 2004 году написала эту работу. Я помню, что я прочитала эту работу, я сначала не поверил. Ну, вы поверили, когда она вышла в 2004 году? Я не поверил. Но у меня был пациент, который пришел ко мне. И пациенты заставили нас это сделать. И было больше информации по таким пациентам. В 2004 году у меня был пациент с дистальной опухолью. Это стадия Т3 и 0, поэтому у нас была химиорадиотерапия и ОПР планируется. Но затем оказалось... Пациент отказался от операции. Я сказала ему, ну хорошо, если эти бразильцы не оперируют, я буду наблюдать за вами, но это уже не мой риск, это вы рискуете. И он сказал, да, доктор, я приму на себя этот риск. И вот как это выглядело на эндоскопии. Это красивая опухоль, она практически исчезла. То есть в 2004 году я выписала этого пациента, у него все хорошо. И фактически он разработал протокол. И мы разработали протокол. Не всех мы сразу оперируем. Мы смотрим, допустим, не 4 недели, а ждем подольше. И если у них был полный клинический ответ, полная реакция, мы можем сказать пациенту, да, мы можем делать операцию, но вполне возможно, что там ничего нет. Хотите ли вы, что мы делали операцию, или давайте подождем. И почти все пациенты, включая врачи, у которых эректальный рак, они говорят, да, давайте немножко подождем. Первоначально мы думали, что МРТ очень хорошо определяет полный ответ. Но потом мы определили, что фактически эндоскопы, палец – это лучший инструмент. И, конечно, вы не можете посмотреть лимфатические узлы, вам надо МРТ, мы можем добавлять диффузию, что-то еще. И это кривые методы определения полной реакции. Синяя МРТ, зеленая МРТ с диффузией, черная. Это просто палец, эндоскоп, если вы все суммируете, то у вас 90%. Конечно, хирург спрашивает, действительно, вы уверены, что там ничего нет, все прошло? Это не существует в медицине, но это изменило концепцию. И мы знаем, что мы не точны на 100%. Вы можете это делать, если вы определяете персистентность опухоли раны, если вы можете ее пролечить хорошо. И мы не говорим о локальной рецидиве, и мы называем это повторным ростом, потому что не проблематично лечить это. Вы должны наблюдать этих пациентов. Мы опять им используем МРТ, палец эндоскоп, и мы делаем это раз в 3-4 месяца в первый год. Во второй год – это график, который мы предлагаем. В третий, в четвертый год мы можем делать меньше МРТ. Я покажу вам, как вы это делаете. Это типичный люминал. Мы называем это повторным ростом. В 3 месяца шрам, рубец, через 15 месяцев вы видите, это появляется. Вы можете делать операцию ТМ. И здесь лимфатические узлы, которые начали расти. Вы можете сделать операцию, и, в общем-то, не будет такого взрывного повторного роста. У вас есть время для определения. Антелика Камана сказала, это типичные клинические полные ответы. Если это не исчезнет, то вы увидите этот белый рубец, и таким образом шансы полного ответа очень велики. Но если вы используете эндоскоп через 6 или через 8 недель, не всегда это выглядит так. Следующий слайд. Потому что здесь 16 разных пациентов, которые, на мой взгляд, не демонстрировали клинического ответа. Я провел резекцию, и был полный ответ. У некоторых была стома, у некоторых, может быть, была несостоятельность анастомоза, но опухолей не было. И мы подумали, может быть, надо посмотреть на это по-иному. Если вы видите вот это через 8 недель, то это очень хорошая реакция. Может быть, подождем еще, и либо это будет залечено, либо начнет расти, и тогда вы проведете резекцию. Мы решили эту проблему, и мы должны были принять решение. Пожалуйста, следующий слайд. Мы добавили еще один интервал, и если мы не уверены, что это очень хорошая реакция, почему не подождать больше? И поэтому мы делали это в Нидерландах. И теперь у нас более 500 пациентов в Нидерландах. И так эти хирурги начали работать вместе. Они посылали мне пациентов, начали делать это сами. У большинства были более крупные опухоли, как вы видите, плюс дистальные опухоли. Поэтому у трех из 38 пациентов мы не проводили операцию, мы их наблюдали. Как вы видите, было очень много повторного роста, к чему я вернусь. Но относительно немногие пациенты имели метастазы, и выживаемость была хорошая. И то же самое в группе с местным разрезом. И, конечно, поскольку пациенты, которые имеют хороший ответ, биологически благоприятная группа, поэтому радиотерапия, хорошая реакция на радиотерапию выбирает биологически благоприятных пациентов. Конечно, если вы используете выжидательную тактику, попросите его не отходить от микрофона. И тогда может быть переповторный рост, может быть лиминальный рост, а не надальный рост. И очень важно использовать при наблюдении ваш палец эндоскоп. 69 пациентов с повторным ростом за последние два года. И вы должны наблюдать этих пациентов. В основном это лиминал, 20%, 11,5%. Вы должны говорить это пациентам. Их всех можно пролечить. Стандартные ТМР-резекции локальным надрезом. И мы должны были проводить дополнительные тесты и делать более широкую резекцию. Выживаемость этих пациентов очень хорошая, потому что биология хорошая. И из пациентов, которые умерли, в основном они умерли по другим причинам. У них были, конечно, метастазы, но немного было пациентов с метастазами. Важность наблюдения. Один пациент, который переехал в другую часть страны, он пропустил один визит, затем плохая была МРТ, и вы видите, что у него были проблемы с лимфозлами. Вы должны лечить этих пациентов. Но если пациент не выполняет, назначение приходит, то большинство повторного роста таким образом происходило. Слева вы видите первичную опухоль. Прекрасный ответ. Здесь вы видите биопсию. И, конечно, вы можете проводить и пиар, может быть, при очень низком монастамозе или местном разрезе. То есть вы как бы не сжигаете за собой мосты. По всему миру очень много центров, которые делают это. Мы объединим наши результаты. Есть российские пациенты в Международном регистре по выжидательной технике. Мы видим такие же результаты. И местный повторный, рекольный повторный рост, 24%. Вы в основном эндолюминальные, и вы можете определить, эндоскоп очень важен при наблюдении. Конечно. Вы хотите сократить прямую кишку. Вы хотите, чтобы она функционировала. Вы проверяете качество жизни. Конечно, она будет лучше перед нижней, передней резекцией, потом радиотерапией. И если нет операции, то проблема у одного из трех пациентов. Есть проблемы с перистальтиком. В основном у них ургентные. Проблемы ургентности. Ну, они говорят, что я могу с этим справиться. Или я должен, так сказать, быстрее побежать в туалет. Это лучше, чем анастома. Это срабатывает. И, в общем, качество жизни ничего. Конечно, при местно распространенном ректальном раке 10-15-20% у пациентов. Как мы можем улучшить реакцию? Мы знаем, что если мы даем больше системной терапии, больше будет реакции. Были испытания, которые показали французы. Эти показали, когда они используют фуллфок, то реакция лучше. Мы работаем с иммунотерапией для того, чтобы повысить ответ. Ну, конечно, если высокая доза радиотерапии, мы добавим, это также будет работать. Можно это сделать с помощью внешнего буста и также внутреннее оборудование. Если более высокая доза, справа видите ответ на дозу. Можно тогда использовать лучевую терапию, можно химиотерапию использовать. Все, что бы вы ни делали, вы смотрите, нет ли осложнений. Если вы начинаете повышать дозу лучевой терапии, вы увидите подобное осложнение, и в какой-то момент вы должны понять, что да, видите, это осложнение, но, собственно говоря, не следует это менять. То есть мы уже в какой-то момент должны определиться, что это будет хирургия. Тогда, наверное, это будет стандартом для многих пациентов именно хирургия в таком случае, когда очень много осложнений при лучевой терапии. Ну, например, если мы сможем предсказать ответ, мне кажется, это не будет один какой-то предиктор, один предиктивный фактор ответа у пациента, но можно создавать модели, вводить клинические характеристики, биомаркеры, биопсия. И, например, если небольшая опухоль у нашего пациента, она небольшая, удаленная, и если хотим сохранить сфинктер и часть функции у пациента, если предиктивная модель скажет, что вот 70% шанс, что будет полный ответ на лучевую терапию, химиотерапию, то я это сделаю. Если 15% только шанс у пациента, что будет ответ на химиотерапию, лучевую терапию, то, конечно, надо сразу делать хирургию, а на стамус, вот как мы должны работать. И мне бы хотелось прийти уже к выводам, господин председатель, данные господа, возможно, действительно, думать об органно-сохраняющих вариантах. И, ну, вы начинаете скринировать, например, если небольшие опухоли, у них выше уровень ответов по сравнению с большими опухолями. Онкологический исход выглядит хорошо, нет данных, нет доказательств первого уровня, но мы работаем с когортой, мы их достаточно долго вели, наблюдали, хорошие выборы, вы должны их потом наблюдать и вести. Больше сейчас возможности входить в такие программы органно-сохраняющие, проводим тщательный скрининг и повышается уровень ответов, если мы корректируем правильное лечение. Большое спасибо. Продолжение следует...